Мы высаживаем здесь сирень Победы, значит, приурочено это к 9 мая. Инструктаж под проливным дождем. Хмурая погода на настроении жителей не отразилась. Кира Гребенеченко рассказывает, ее желание совпало с главной идеей акции. Добрые поступки нужно делать бескорыстно и тогда, когда это возможно. Нужно в жизни делать добрые дела. Это остается в памяти, на всю жизнь в сердце. Работы было немного, чего не скажешь об ответственности. В Кубинке участникам акции предстояло посадить около 15 саженцев сирени. Рядом с каждым кустом установили табличку в память о герое Великой Отечественной войны. Мы горды тем, что нам выпала такая честь. Ни один ребенок не отказался. Все откликнулись. Для всех это мероприятие является очень значимым. Об акции Иван Блинов узнал из газеты. Решил, пропустить такое событие права не имеет. Нашел табличку с именем первого командующего ВДВ генерала армии Маргелова. Конечно, посадил туда сирень и теперь буду за ней ухаживать, пока я жив. С добрых дел начался день у Егора Селизова. Как и его одноклассники, сажал спирею. Еще ее называют таболгой. Этот кустарник неприхотлив, зато быстро растет. Он – настоящее украшение любого сада. Я не считал, сколько я посадил, но считаю это своим долгом, потому что надо заботиться о тех, кто дал нам жизнь, защищал нас в то тяжелое время. Планов было много, но дождь внес свои коррективы, рассказывает директор школы «Гармония» Елена Рябизина. Активности меньше не стало, просто часть пришлось перенести под крышу в здание образовательного учреждения. Хотя и на свежем воздухе ученикам удалось поработать. На заднем дворе мы посадим клумбу. Это будет триколор. Очень красиво. И все-таки мы думаем, что если погода чуть-чуть нас пустит на поле, мы все-таки проведем матч футбольный. А еще пекли блины и делали скворечники. Дома для птиц вручили главе Одинцовского округа Андрею Иванову. Он пообещал передать их в парк. Добрые дела жители округа совершали и в парках. Например, в Захарово ученики местной школы высадили липовую аллею, яблоневый сад и красные клёны. Выполнил свое обещание и Андрей Иванов. На деревьях в парке появились скворечники, которые смастерили дети из гармонии. Ребятам нравится делать добрые дела, и это очень хорошо. Они приобщаются к добрым делам. В 13-й Одинцовской гимназии тоже суета. И здесь добрые дела нашлись для каждого. Ученики 8-го класса превратились в пекарей-кондитеров. В этом году мы побили все рекорды. Было испечено более 100 куличей. Пекли куличи наши бабушки, мамы, педагоги. А наши дети заботливо их украсили. Украсили пасхальные куличи. В каждое вложили самые добрые пожелания для тех, кто сегодня защищает Родину. Чтобы ребятам, которые воюют за нас, им было тепло, радостно, что у них вкусные куличи сделаны нашими руками. Я рада, что гимназия наша такое вот все провела. А этажом выше развернулась настоящая спасательная операция под руководством сотрудников аварийно-спасательного формирования. Как оказать первую помощь, наложить жгут и транспортировать пострадавшего школьника младших классов, решили показать наглядно. Накладывается прямо поверх одежды. Стараться, чтобы не было вот таких вот складочек валения. Но пока дети учились оказывать первую помощь, их мамы под проливным дождем высаживали цветы. Бархатцы, виолы и петунии теперь будут украшать школьный участок. Учитель нам предоставил возможность, попросила помочь в День добрых дел. Мы подхватили эту эстафету, решили посадить цветы. Погода нам не помеха. В акции «День добрых дел» весна приняли участие около 70 тысяч жителей Одинцовского округа. Это школьники, их родители и учителя. Они не только сажали деревья и убирались, но и ездили на экскурсии, навещали ветеранов и проводили благотворительные ярмарки. Таких масштабных мероприятий в регионе еще не проводилось. И это только начало, говорят организаторы. Татьяна Верняковская, Лада Дудко, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.